Так, остыл наш автоклав до 62 градусов, надо бы, конечно, до 50 подождать, но ждать мне некогда, если честно. За кормом надо ехать к перепелам. Ну, я думаю, ничего страшного, если я раньше открою. Так, он еще горяченький. Хотя нежелательно все-таки. 62 градуса. Так, ну ладно, все-таки откроем. Открываем так же потихоньку. Напротив. Так, аккуратненько. Так, снимаем. Автоклав. Крышку точно автоклава. Спускной клапан. Так, получится ее открыть сейчас. Получилась крышка горячая. Так. Открываем сразу крышку. Доставим нашу банки. Банки горячие. Прихватку. Так, раз. И две верхние. Дальше. Все, что внизу стояло. Дальше. Пациент достал все банки. Идет процесс кипения еще там, смотрите какие ошибки не надо допускать, во первых используйте крышки для стерилизации, вот эти вот крышки цветастые, они скорее всего для пастеризации, то есть они не предназначены для высоких температур, хотя тоже вроде втянулись, но качество, как они держать будут, вакуум неизвестны. Вот эти вот вполне возможно они для стерилизации крышки, обычно отличаются они по весу и есть клапан, но у этих клапанов нет, ни у этих, ни у этих. Обзор по крышкам я сниму, будет позже видео. И второй момент, не надо накладывать продукцию, когда вы будете в автоклаве использовать ее, доверху оставляйте всегда полтора-два сантиметра. Для чего? Для того, чтобы те газы, которые скапливались или воздух там, было куда им расширяться и было куда сужаться. Сейчас вот крышки втянулись у меня. Я думаю, процесс консервирования пройдет успешно. Ну, по крайней мере, микробов там, бактерий точно не будет, потому что все дрожжи, все там бактерии при такой температуре 120 градусов и давлении 1 атмосфера, 1,2, они убиваются. То есть, никаких процессов там брожения не будет, при условии, что они завакуумировались. Так, ну все, поеду за кормом, оставлю их остывать, накрою чем-нибудь. Спасибо за внимание.